Глава 1. Размышляя о Вселенной И все же мы пытаемся понять, как устроен весь этот мир и как мы, люди, смотримся в нем Несколько десятилетий назад известный ученый, некоторые говорят, что это был Бертран Рассел, выступал с публичной лекцией по астрономии Он рассказал, что Земля обращается вокруг Солнца, а оно, в свою очередь, вокруг центра обширной звездной системы, называемой нашей Галактикой В конце лекции маленькая пожилая леди, сидевшая в задних рядах, встала и заявила Вы рассказывали нам здесь полную ерунду В действительности мир — это плоская плита, покоящаяся на спине гигантской черепахи Улыбнувшись с чувством превосходства, ученый спросил А на чем стоит эта черепаха? Вы очень умный молодой человек Очень, — ответила старая леди Она стоит на другой черепахе И так дальше, до бесконечности Сегодня большинство людей нашло бы довольно смешной такую картину Вселенной Эту нескончаемую башню из черепах Но что заставляет нас думать, будто мы знаем больше? Забудьте на минуту то, что вы знаете, или думаете, что знаете о космосе Вглядитесь в ночное небо Чем представляются вам все эти светящиеся точки? Может, это крошечные огоньки? Нам трудно догадаться, чем они в действительности являются, потому что эта действительность слишком далека от нашего повседневного опыта Если вы часто наблюдаете за ночным небом, то, вероятно, замечали в сумерках над самым горизонтом ускользающую искорку света Это Меркурий Планета, разительно отличающаяся от нашей собственной Сутки на Меркурии длятся две трети его года На солнечной стороне температура зашкаливает за 400 градусов Цельсия А глубокой ночью падает почти до минус 200 градусов Цельсия Но, как бы ни отличался Меркурий от нашей планеты, еще труднее вообразить обыкновенную звезду Колоссальное пекло, ежесекундно сжигающее миллионы тонн вещества и разогретое в центре до десятков миллионов градусов Другая вещь, которая с трудом укладывается в голове, это расстояние до планеты звезд Древние китайцы строили каменные башни, чтобы увидеть их поближе Вполне естественно считать, что звезды и планеты находятся намного ближе, чем в действительности Ведь в повседневной жизни мы никогда не соприкасаемся с громадными космическими расстояниями Расстояния эти настолько велики, что нет смысла выражать их в привычных единицах Метрах или километрах Вместо них используются световые годы Световой год — путь, который свет проходит за год За одну секунду луч света преодолевает 300 тысяч километров Так что световой год — это очень большое расстояние Ближайшая к нам после солнца звезда — Проксима Центавра Удалена примерно на четыре световых года Это так далеко, что самый быстрый из проектируемых ныне космических кораблей Летел бы к ней около десяти тысяч лет Еще в древности люди пытались постичь природу Вселенной Но они не обладали возможностями, которые открывает современная наука В частности, математика Сегодня мы располагаем мощными инструментами Мыслительными, такими как математика и научный метод познания И технологическими, вроде компьютеров и телескопов С их помощью ученые собрали воедино огромное количество сведений о космосе Но что мы действительно знаем о Вселенной И как мы это узнали? Откуда она появилась? В каком направлении развивается? Имела ли начало, а если имела, что было до него? Какова природа времени? Придет ли ему конец? Можно ли вернуться назад во времени? Недавние крупные физические открытия Сделанные отчасти благодаря новым технологиям Предлагают ответы на некоторые из этих давних вопросов Возможно, когда-нибудь эти ответы станут столь же очевидными, Как обращения Земли вокруг Солнца Или, быть может, столь же курьезными, как башня из черепах Только время, чем бы оно ни было, это покажет Что Jan아бинreu. Меня зовут уже поздравился и встречал с субтитры leal. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...